Приветствую вас, дорогие друзья, и вас, кто случайно зашел на мой канал. Сегодня мы поговорим с вами о Колизее. Если в Древнем Риме гладиаторские бои были самым популярным зрелищем, то в наше время Колизей или Амфитеатр Флавиев является самой известной и самой посещаемой достопримечательностью в Риме. Колизей использовался для боев гладиаторов и других общественных мероприятий, о которых я тоже расскажу. История гладиаторских боев началась еще в 216 году до нашей эры, и были они устроены как погребальные игры. Только в 105 году нашей эры гладиаторские бои стали зрелищем, и появились первые специализированные школы для подготовки гладиаторов. И такие школы стали приносить большой доход. Тогда еще специализированных мест для гладиаторских боев не было. Их проводили на форуме, в Большом цирке, пока в 80-м году не был построен и открыт Амфитеатр Флавиев. Известный нам как Колизей. Начинать рассказ про Колизей нужно издалека. Не буду рассказывать про великолепный золотой дом Нерона, это нас перенесет в 64-й год, а начну рассказ о Колизее с 68-го года. После смерти Нерона в 68-м году нашей эры, на месте, где был построен за 4 года золотой дом Нерона, прямо сверху, между 70-м и 71-м годами, началось строительство Колизея, при императоре, вошедшем в историю под именем Веспасиан. Денег в казне не было, их все потратил Нерон на строительство золотого дома. И Веспасиан решил, как можно быстрее найти финансы для строительства амфитеатра. На римском форуме находится арка Тита, где изображено, как римляне вносят в Рим трофеи после завоевания и разграбления святого храма в Иерусалиме. Об арке я недавно рассказывала, прикреплю ссылку, кто не смотрел. И вот на эти деньги был построен амфитеатр. 30 тысяч человек по дороге были проданы в рабство, а 70 тысяч пригнали в Рим. Они работали по добыче камней для строительства Колизея. И про Колизей можно сказать, что он был построен руками рабов. Строительные работы длились всего 9 лет. Открытие Колизея состоялось в 80-м году нашей эры при правлении императора Тита. Веспасиан отец умер в 79-м году, так и не успев увидеть завершение строительства амфитеатра и не смог участвовать в инаугурации. Следующим императором стал его сын Тит. Император Тит дал своему народу 100 дней для того, чтобы отпраздновать открытие амфитеатра. Там проходили бои между гладиаторами, бои между животными и гладиаторами, неравные бои между животными. За 100 дней празднования погибло очень много животных и гладиаторов. Также говорили и о морских сражениях, но тут, по ходу, назревают вопросы, на которые нет ответов. Как именно, при помощи каких механизмов вода могла наполнять арену цирка, где сливные трубы и многие-многие другие вопросы. На эти вопросы нет ответов, и поэтому об этом мы говорить сегодня не будем. Когда была инаугурация Колизея, строительство полностью еще не было завершено. А точнее сказать, спустя несколько лет была масштабная перепланировка. В 81-м году умирает и император Тит. И к власти приходит следующий сын Веспасиана – Домициан. Он был последним из рода Флавиев. Кстати, стадион Домициана, который находится под великолепной площадью Навона, тоже носит его имя. Он был построен при его правлении. При Домициане был построен каменный подвал. Это был целый лабиринт. Про подземелье мы поговорим, когда зайдем в Колизей. Предположительно, площадь Колизея занимало небольшое озеро, входящее в состав Золотого дома, там, где стоял колос Нерона. Статуя колоса Нерона была высотой 35 метров плюс основание. И стояла она на том месте, откуда я сейчас снимаю. Сносить статую не хотели, и Веспасиан нашел выход из положения. Эта статуя перенесла серьезную пластическую операцию. Была удалена надпись, на которой было написано, что это Нерон. Черты лица были изменены и добавлены металлические пики к голове. Так из Нерона получился бог Солнца. Позже император Адриан решил построить храм Венеры и Ромы. И статую передвинул с помощью 24 слонов ближе к Колизею. И стояла она вот на этом месте, где сейчас растут деревья. Там тоже есть надпись. Вот на этом месте между аркой Константина и Колизеем стоял фонтан. Его называли потеющий фонтан. Строительство этого фонтана было завершено домицианом. С высоты 18 метров вода стекала и наполняла чашу. Первый ярус – это 80 арок. Они служили для входа в Колизей. На втором ярусе тоже 80 арок. Только здесь арки были украшены статуями. Это статуи божеств. Если у вас билет с выходом на арену, то желательно сначала посетить арену, а потом подняться выше. И поэтому после того, как вы прошли рамки металлоискателя и у вас проверили билет, нужно идти прямо до конца, пока вас не остановят. Там обязательно кто-нибудь будет стоять, без билета на арену не пустят. Тут вас или пропустят на арену, или предложат подняться на второй этаж. Мы с вами проходим на арену. Колизей поражает своим размером. Даже рассматривая подземелья с высоты арены, можно заблудиться. Той земли, песка, который покрывал арену, давно уже нет. Теперь по арене Колизея мы ходим по деревянному настилу. На арену вели два входа. Первый вход назывался «Врата Триумфа». Через них выходили на арену и возвращались обратно с победой. Вторые врата назывались «Врата Лебятины», «Врата Смерти». Когда гладиатора убивали, к его телу прикладывали раскаленное железо, для того, чтобы проверить, на самом ли деле он мертв. Потом мертвое тело нацепляли на крюк и вытягивали через ворота смерти. Подвал Колизея освещали факелами и масляными лампами. В него можно было попасть через четыре коридора, расположенные по оси здания. И добраться до этих помещений можно было даже на телегах. В Колизее можно увидеть секцию с местами для зрителей. Это реконструкция первоначальных сидений. Она была сделана в 30-х годах 20-го века. Древний механизм, с помощью которого в далеком прошлом поднимали на арену зверей будущих жертв представления. Мы сейчас называем его лифт. Мы видим один из множества лифтов, которыми была оборудована арена. При помощи сложной системы канатов и противовесов животных поднимали вверх на арену. Ведь в подземелье находились в клетках разные звери, привезенные со всей империи. Здесь гладиаторы останавливались и готовились к бою перед выходом на арену. Рядом с Колизеем находилась школа гладиаторов. В подземном уровне был коридор, по которому гладиаторы проходили из школы прямо в Колизей. 80 грузовых лифтов, которые поднимали на арену песок, животных, гладиаторов. Благодаря огромному множеству лифтов, на арену можно было одновременно поднять большое количество животных, гладиаторов, и они как будто из-под земли поднимались на арену. Это просто гениальное творение древнего мира. Кажется, что нами, современными людьми, ничего не придумано. Мы пользуемся тем, что было придумано в древние века. Нас поражает громадный каркас, скелет Колизея. Сейчас здесь слышен шум многочисленных туристов, а когда-то в Колизее бурлила жизнь, которую с трудом можно представить. Колизей был построен из травертина. Более 100 тысяч тонн было доставлено по Тибуртинской дороге в Рим для строительства Колизея. Для строительства использовали не только травертин, но и другие материалы. 8 тысяч тонн мрамора, 6 тысяч тонн глины, 3 тысячи тонн железа для крепления блоков арок, ну и, конечно же, леплина для украшения поверхности, дерево для использования полов. Ничего не сохранилось от декора Колизея. Мы можем увидеть только малую часть от следов мраморной облицовки. На Колизее больше не стоят статуи на втором и третьем ярусе. И только благодаря археологическим раскопкам по крупицам мы собираем общее представление о Колизее. Это подпись французского художника Юбера Робера. Юбер Робер – французский пейзажист, которому пришла известность после того, как он начал писать холсты с изображением античных руин в окружении природы. Некоторое время он жил в Риме. Его прозвищем было Робин из руин. Художник оставлял на полотнах свои фирменные знаки. В каждой картине среди надписей на стенах руин на памятнике и даже на клейме коровы можно увидеть его имя. А на некоторых картинах среди людей художник оставлял свой автопортрет. Рассматривая его картины, можно заметить седовласого мужчину средних лет. И на Колизее он тоже оставил свой автограф. Зрительский зал со ступеньками для зрительских мест. Он был разделен на пять секторов для разных категорий публики. Нижний сектор предназначался для сенатов и членов их семьи. И весталки могли сидеть здесь. Сектор имел широкие и низкие ступени, на которых размещались деревянные сидения. За ним следует следующий сектор. Эти места занимали люди в туниках с пурпурно-малиновой полоской. Третий и самый большой уровень состоял из римских граждан. Они были одеты в разноцветные тоги. Сюда входили также и солдаты, женатые граждане, мальчики и их наставники. На четвертом уровне сидели люди, одетые в темную одежду, которые вообще не носили тоги. И на пятом уровне сидели иностранцы, вольноотпущенники, рабы и женщины. Для них были сделаны деревянные сидения. В каждый сектор можно было попасть прямо через дверь, номер которой был указан в билете. Так зрители попадали на свои места, входя через арки, предназначенные для них. Над каждой аркой из 74 общественных арок написана римская цифра, чтобы зрители могли быстро добраться до своего места. В дни посещения гладиаторских игр зрители толпились на ступенях в ожидании зрелищ. Они занимались самыми разнообразными делами. Рассматривая мелкие предметы в витринах музея, можно представить, чем народ занимался перед представлениями. Предположительно, они играли в настольные игры, мы видим кости из костей, стекла и даже из осколков амфор. Зрители ели, а иногда даже готовили здесь или разогревали еду, так как был найден фрагмент печи, как рассказывает древнеримский поэт Марциал. И это все подтверждают найденные косточки. Меню было разнообразное. Ели мясо козы, птицы, крупнорогатого скота, свиньи, а из рыбы – густрицы, моллюски, ну и, конечно же, фрукты. Были найдены косточки вишни, персика, сливы. Маленькие палочки были, скорее всего, зубочистками или их использовали для извлечения моллюсков. Что касается воды, то вдоль коридоров находились фонтанчики. Пили и вино. Но чтобы избежать пьянства, выдавали жетоны, по которым можно было взять вино только один раз. Кто-то в ожидании гладиаторских боев играл на музыкальных инструментах. Что касается женщин, они могли шить, были найдены веретены и костные иголки. Потерять что-то, например, иглу или украшение, было обычным явлением. На арене амфитеатра проходили такие зрелища, как бои гладиаторов, травля диких животных и убийство осужденных преступников. Утром в Колизее проводили травлю диких зверей. Животные сражались друг с другом. Например, лев против льва, бык против медведя. Но были и неравные партии. Это разогревало публику. Ближе к обеду в Колизее начинались казни. Убийцы, воры, разбойники были приговорены римским правосудием к самой жестокой и позорной смерти. Смерти на арене Колизея. Преступнику могли дать оружие и шанс победить гладиатора, а могли отдать на растерзание животным. Учитывая тот факт, что мы находимся в Колизее, казни проходили как настоящие театрализованные представления. На арене устраивали декорации, а преступников наряжали в костюмы. Потом на арену после казни преступников выходили акробаты, но на них мало кто обращал внимания. Это была так называемая рекламная пауза. В это время можно было попить воды из фонтанчика и купить что-нибудь перекусить у торговцев, которые работали прямо в Колизее. Так как многие римляне работали утром, когда было прохладно, а во второй половине дня у них было свободное время, и они в это время шли в Колизей смотреть гладиаторские бои. Сначала самые первые гладиаторы были пленные, рабы, осужденные, должники, но позже профессиональными гладиаторами становились свободные люди, так как они могли заработать деньги и славу. В музее Колизея представлены граффити на плитах мрамора. Они были выгравированы на ступенях и подарками, ведущими к секторам. Граффити были сделаны посетителями амфитеатра в перерыве между шоу. Это сцены охоты и гладиаторских боев. Любимых гладиаторов и почитаемых публикой. Каждый класс гладиатора имел что-то свое уникальное. Экипировка гладиатора оставляла торс незакрытым, а снаряжение весило до 20 килограмм. Только шлем варьировался от 3 до 5 килограмм. Защита ног 2 килограмма. Закрывали ногу только спереди и немного по бокам. Были разные защиты для ног по высоте. Все зависело от категории гладиатора и размера его щита. Чем меньше щит, тем выше защита ног. Самый маленький щит весил 1,5 килограмма. Самый крупный достигал 8 килограмм. Я очень люблю свою работу. Все зависит от приятного аппетита. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Юридическое право собственности принадлежало церкви Но арендаторами недвижимости были миряне, аристократы, средний класс и скромные лавочники Колизей рассказывает сам о себе В XI веке Колизей кишил людьми, домашними животными, ремесленниками Они арендовывали Колизей, вдыхали новую жизнь и писали новую страницу Тысячелетней истории этого монумента К аркам Колизея были пристроены жилые дома, сараи Тут пасли скот, садили огород Жизнь продолжалась В XII веке семья Франджипаны поселилась в Колизее Они возвели крепость, занимая 11 арок первого и второго яруса Для строительства замка они выбрали ту сторону, с которой максимально просматривалась местность холма Целио С конца XVIII и начала XIX века возобновился интерес к древним памятникам Карло Луканджели из дерева создал модель Колизея 1 к 60 Сам Карло Луканджели не смог закончить макет, он умер в 1812 году Его работу закончил его зять Эта модель хоть и уменьшенная в масштабе, но ее высота 82,5 сантиметра На арке у подножья триумфальных ворот Колизея на высоте 7 метров В XVII веке была создана необыкновенная фреска, изображающая вид на город Иерусалим До реставрации фреска была неразборчивая, она стала более понятной после реставрации Реставрация длилась полтора года и завершилась в 2020 году Фреска, выполненная в XVII веке, приписывается понтификату Клименту X Она была приурочена к празднованию юбилея 1675 года Колизей был выбран для усиления ощущения исторической миссии папства и его связи с наследием имперского Рима Иерусалим представлен с высоты птичьего полета На фреске изображена история, разворачивающаяся на протяжении веков вокруг стен города Где были многочисленные осады За стенами на переднем плане в левом нижнем углу стоят кресты Они представляют собой Гольгофу Незаметно пролетело 20 минут Надеюсь, досмотрев видео до конца, вы узнали что-то новое о Колизее и вам было интересно Спасибо за просмотр, лайки и комментарии До новых видео, друзья! Ждите новые прогулки по Риму! Субтитры сделал DimaTorzok